В Госдуме предложили установить государственную идеологию и возродить цензуру. С таким заявлением выступил Миронов, который «Справедливая Россия». Да, и с точки зрения Миронов для начала нужно вести госрегулирование в сфере культуры с учетом приоритета духовно-нравственных ценностей. А кто этот приоритет будет формировать? Он? Миронов или кто там? То есть, представьте, вообще нет никаких целей, какая там может быть идеология, какая культура, нет никаких целей, никакой мотивации, кроме микроденег. То есть, вот этим мобиком, каким-то этим, кого там по контракту отправляют, собирают какие-то копейки, и они за эти копейки идут воевать. Какая нахер идеология? По его словам, с момента распада СССР россиянам запрещали думать иначе, нежели в парадигме западных идеалов. А он как собирается думать в парадигме восточных идеалов? Да, вообще Россия это европейская цивилизация. И вот в связи с тем, что они зашли в тупик, да, вот очень интересно. Значит, вот пишут, общественная наука в России не успевает адаптироваться к переменам в стране и сформировать суверенное русское мировоззрение. Можете себе представить, какая чушь. Это вот Дугин такой заявил, слушайте, значит, просто обхохочется. 9 февраля философ Дугин, философ, какой нахер философ, блядь? На проходящем... Миллиоратор, блядь, у него миллиарационное образование. Я ничего против миллиораторов не имею, но они не философы. Ну, по крайней мере, это точно. На проходящем в Светлогорске пятом съезде российского общества политологов, политолог, политолог-миллиоратор, Володин вот юриспроктолог, а этот политолог-миллиоратор, заявил, у нас нет времени, чтобы теоретическую сессию провести, а потом практическую, мы должны на ходу разрабатывать наше русское суверенное цивилизационное мировоззрение и на ходу его имплементировать в образовании науку. Блядь, вот резонер, понимаете, вот мерзкий резонер. Манера выражаться наукообразно, имплементировать. Куда нахер? Что это такое? Implementation, да, выполнение, реализация по-английски. Сюда это слово вообще не лезет. Это слово из поздней дипломатии современной, да, и связано с имплементацией различных договоров, да. Так что и вот интерес, слово-то само английское мне хочет. А он как-то против англосаксов выступает, а тут вот английское слово. Тут подходит слово внедрить. И вопрос такой, что он собирается внедрять, да, мировоззрение. Он собирается внедрять мировоззрение. Давайте с вами, вот чтобы не из моих слов, возьмем официально, что такое мировоззрение. Мировоззрение – это система взглядов, оценок, представлений, убеждений о мире и месте человека. В нем оно формируется на основе знаний, опыта, морали, философии, культуры. Это, кстати, не все, ну ладно. Оно включает в себя ценностные ориентиры, идеалы, принципы и образы жизни. Оно является ядром сознания, самосознания и познания личности. Оно может быть индивидуальным или социальным. Оно имеет исторический характер. Итак, мировоззрение формируется на основе знаний, опыта, морали, философии и культуры. То есть, если они есть, знания, опыт, морали, философии, культура, то мировоззрение уже сформировано. А если, блядь, их нет, да, то как ты сформируешь мировоззрение? Если они есть, значит, мировоззрение тоже есть. Если их нет, значит, их надо формировать, чтобы сформировалось мировоззрение. Его нельзя сформировать искусственно. Мировоззрение. Это просто жесть какая-то. Я вообще охерил. То есть, вот этот гад все эти годы плел какую-то херню про скрепы, про, блядь, англосаксов, про что-то еще, да? А теперь говорит еще раз. Еще раз я вам прочитаю, что он говорит. У нас нет времени, чтобы теоретическую сессию проводить, а потом практически мы должны на ходу разработать наше русское суверенное цивилизационное мировоззрение. А ты чем, сука, занимался? Ты чем занимался? Ты все это время что разрабатывал? Вот это вот как раз русское мировоззрение разрабатывал, да? А теперь, оказывается, они вот эти вот скрепы не катят, да? И тысячелетняя русская история почему-то сюда не вписывается, ну, потому что безумец Путин, а этот обслуживает. И поэтому тысячелетняя русская история, ну, никак она сюда не вписывается в том числе. Это просто охренеть вообще, да? Что я могу сказать? То, что вот этот гад до 62 своих лет пудрил людям мозги всякими скрепами и прочей хренью. А теперь вдруг надо формировать мировоззрение? А чем он занимался? Почему он не сформировал? А почему он сформировал то, что ему не нравится? Вот вопрос. Что надо срочно что-то менять. А до этого еще срочности не было никакой. Вот это вот говно, которое вы сформировали вместе с Путиным, то есть всех устраивало, особенно Дугина. А теперь надо срочно все менять. Так может, тогда вы уйдете нахер, и мы все поменяем. Потому, что у нас есть и мировоззрение, у нас есть и идеология, в отличие от Миронова, блядь, Дугина, Путина. У нас все есть. Вот представьте, страна сейчас, или государство, при полном отсутствии идеологии, полное отсутствие системы ценностей, вот они это подтверждают, потому что система ценностей как раз имеет прямое отношение к мировоззрению. Полное отсутствие внятных целей, никаких целей нет. Полное отсутствие здравого смысла и хоть какой-нибудь логики. Никакой логики, какие-то у них иррациональные там эти патриотические какие-то шаги, блядь. Никакой мотивации, я уже сказал, кроме микроденег, вообще никакой. Никаких ориентиров, кроме 79-й годовщины Великой Победы. Блядь, нет ориентиров других. Вот только этот ориентир, да? Представляете? То есть, когда этих победителей, в кавычках, еще и на свете не было, тогда вы тут нахер все нужны. Да и само понятие мировоззрения, откуда взял этот Дугин, это понятие. Еще из университета марксизма и ленинизма? Блядь, просто жесть какой-то. Просто жесть. То есть, они... Нахватался, блядь, всего. Вот этот марксизм, тут у нас, значит, мировоззрение там какое-то, да? А вот тут у нас там какой-то Элин, да? А тут у нас Бердяев там и прочее, и прочее. И из этого салата, блядь, вот этот гнида пытается составить какую-то идеологию или философию, которая должна двигать Путина. А у Путина одна философия – спиздить все. Понимаете? А это никак не вписывается ни во что. И Дугин со своей идеологией никуда тоже не вписывается уже. Жуть, конечно. Вячеслав, народ так и не понимает, что живут на дне. Да понимают. Они просто не понимают, что они могут от этого избавиться. Они думают, что будет хуже. И они, кстати, абсолютно правы. Дугин отрабатывает зарплату. Ирина, это понятно. Но он настолько глуп, что он сознается в том, что у них нет ничего. Ни идеологии, ни мировоззрения. Это философ. Он берет и в этом сознается. Почему? Потому что другого варианта нет. Если он скажет, что все, как Путин сказал, все идет по плану. То есть, его идеология и философия работают. То тогда что вас отовсюду с самыми тряпками гонят? Почему вы проигрываете? Почему в России полный бардак все украли и развалили? Да? То есть, легче признаться, что ничего нет. Сказать, так, сейчас мы вот сформируем. Вот сегодня. Ну, как Путин постоянно там зарплату учителям и врачам обещает. Да, вот сейчас нету, но вот потом вы получите. Это из 2005 года продолжается с этих национальных проектов. Потом майские указы. Потом снова майские указы и национальные проекты. В 2018 году только уже все вместе. И снова сейчас заговорили об этих указах и проектах уже у него. Там только собираются назвать по-другому. И снова. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...